Дал бог ума. Прямо я не нарадуюсь на ум на свой носовский. Много в башке мозгов просто. Иной раз даже в ухе боюсь ковырнуть, мозг осотеть. И сморгаюсь так, с полсилы, чтобы чечки мозгов не произошло. Особливо, знаете, в экономике силён я. Никому никогда в жизни ничего не приплачу. Всё берутся полсены. Вот я себе давечую шапку взял. Ну, свой-то мех я на башке сносил, всё. Не греет уже. Ну, а новую шапчунку, дурак что-то брать? Не дурак. Взял за полсены. БУ. Ну, классная шапка, классная. Сдалека как новая. Чем дальше смотришь на неё, тем она новее. Да, и даже потому что ты бобровая шапка на мне, а не с пожилого кролика. Ну, зато тёплая, у меня ушанка же зимняя. Да, одного уха, правда, нет, врать не буду. Ну, с другой есть, болтается, всё нормально. С одного боку замёрз, так крутанул, и всё, и тепло. Да, а летом так вообще в ней жаришь. Кудрый сильно, чё там. Могу всегда посоветовать, обращайтесь без проблем. Вот зять, допустим, Колька наш. Колька зять мой, он мне, дочка моя, приходится через меня. Отец детей, он её почти всех, внуков, бабки мои. А так в деревне всем просто электриколья. Чё она малыл сам, не понял, ну не важно. Короче, решил себе взять телевизор. Новый. Не, ну дура. Я ему говорю, не новый, мы дешевле возьмём. За полцены. Вот, ну, взяли классный ему телик взял. Ну, на ножках. Называть горизонт. А таких уже не делают, шедевров. Да и раньше делать не хотели. Они что-то взрывались чаще, чем включались. У них поломок было больше, чем с запчастей. Вот, ну, Колька, мы взяли классный телик. Великолепный, классный такой. Ну, изображения, правда, не было, врать не буду, но звук классный. Но такой, такой взрослый звук, густой и постоянный такой звук идёт. Ну, постоянный крутёнку звука потеряли мы. Пока от Бабы Лизы на санках везли его. По асфальту. Ну, Колька, слушал, слушал телик, потом взял, психанул, что-то всё, всё психанул. Всю рубаху мою помял, взял. Ну, на мне помял палкой. Ну, дурак как-то. Хорошо, и я не дурак. Я говорю, у тебя же полцены осталось. Так давай мы на сэкономленные деньги у Бабы Лизы такой же и второй телик возьмём. Ну, да, у неё наоборот. Изображение есть, а звука нет. Я говорю, сама судьба улыбается нам, Коля. Взяли, включили. Ну, красота. Один рассказывает, другой показывает. Стерли. Ну, за полцены чё не брать. Ты бы не взяли, полцены бы не сэкономили. А так на сэкономленные деньги мы в Колькин доме помянули. Ну, вернее, куски от дома телевизора тогда чё-то взорвли. Ну, и вот, чё, случай из экономики он был. Завести не может пока, правда. Зато не шумно. Можно ночью пахать. Никто слова паханого не скажет. Только плохо, что он на мне им пашет. На меня впрягает и пашет. А чё я сделаю? Он же дурной. Я себе, кстати, недавно холодильник взял. Ну, не молодой, конечно, холодильник. Сродословный ещё. Ну, говорится, о-о-о, говорится. 45, он морозит всё опять. Колбасу пока положишь, руки мёрзнут по самой колене. Без рукавиц не ссоёт с него. Колбаса аж трясётся вся от холода. За полцены такая удачная. В трусах мимо не пройдёт. Сомёрз, Сомёрз здесь сразу. У него ж дверки нету. На улице стоит в тени. В дом не войдёт, он же промышленный. Или вот, допустим, Светка, моя сестра, она себе решила взять путёвку, ну, билет в Москву. Вот, по гостяне. Ну, хорошо, я умный брат мой. Пошёл с ребятами до базариса на вокзале, взял ей за полцены. Сестра билет в Москву. Нормально, недавно пришло, письмо уже отнёс, ну, из Чукотки. Пишет, стоим, рельсы кончились. И врач сказал мне, ну, по секрету, конечно, что у меня ещё в спине мозги есть. В спиной мозг. Тут я когда задумываюсь, у меня спина чешется в самом низу постоянно. Конечно, во все уголки моего организма врач ещё не заглядывал. Но я подозреваю, спина не последнее место, где у меня мозги имеются. Ладно, пойду там, Витёк, машину себе уходит взять, новую. Я знаю, у Егора не нового есть. За полцены. Ну, классная автоматика, сама заводится, когда хочет. Глохнет, непонятно, когда пойду подскажу. Эти за подсказки-то пока меня ещё не бьют. Спасибо.